По традиции чего-кого, ребятки, всем отличного дня, прекрасного настроения и не удивляйтесь, что я сегодня в куртке, потому что я, ну, якобы в походе, да, ну, как бы, как бы не показалось странным за моей спиной кухня московская, но хочется помечтать, ощутить себя где-нибудь в тайге, в глухом лесу и, собственно, как и в любом походе, нам требуется привал, нам требуется подкрепиться и, соответственно, мы что-то будем делать, что-то будем готовить. На костре и вот сегодня у меня простенький-простенький рецепт очень вкусного супа с очень необычным ингредиентом. Не буду вас более интриговать и напрягать словесным своим бесконечным запасом, поэтому переходим срочно к рецепту. В начале по традиции у нас краткий обзор тех ингредиентов, из которых я буду готовить сегодня блюда, поэтому быстренько все это расскажу. Во-первых, тот самый секретный ингредиент, о котором я вас заинтриговал в начале, это мясо кабана тушеное. Купил я это в Сибири, в магазине, привез в Москву и вот теперь хочу опробовать это мясо в деле. Вот, надеюсь, не подведет. Далее, очень тут достаточно странно смотрящиеся, да, но если мы себя представим в походе, то это будет странно. Но в московской квартире смокет копченая паприка будет смотреться очень даже, потому что в московской квартире нам не будет хватать дыма, костра, вот этого самого вкуса. Поэтому мы чуть-чуть добавим, чтобы вот этот привкус копчености, привкус дымка у нас появился. Супчик у нас будет состоять из риса и одной картошечки. Поверьте, ну, это можно все с собой взять в рюкзаке. Также у нас тут морковочка, также у нас это не две луковицы, это одна, просто она вот так была. И когда я ее почистил, она вот превратилась в две луковички, четыре дольки чеснока тут у нас вот притаились. Можете меньше, можете больше, я люблю чеснок. Нехитрая зелень с огорода, вот здесь это уже чуть посложнее. Я снял шкурки и у меня не было, ну, крупного помидора. Естественно, с собой в поход целесообразнее брать один большой помидор и с него же удобнее снимать шкурку. У меня такого не было и вот я как извращенец чистил эти черри, как горох. И, соответственно, приправа, которая, ну, там в коробочку, в коробок, как раньше клали. Тут у меня перцы, чилийский, черный, кунжут, естественно, вездесущий. И там внизу где-то, вот видите, соль. И, собственно, все. Ножик, разделочная доска, но в лесу, поверьте, вы, естественно, с собой возьмете и нож. И любое дерево, любой пень сойдет за разделочную доску. Все, начинаем готовить наш супец, тем более водичка у нас уже закипела. Начнем мы готовочку с нарезки картофана. Будем резать меленько, ну, можете и целиком кинуть. Когда я был маленький и в школе читал всякие, там, журналы, газеты о туризме, там, ну, многие рецепты, всякие, там, душистые ухи и прочих, там, походных супов, они как раз основывались на том, что не надо париться и надо целую луковицу, целую картошечку, целый помидорчик класть и будет все пальчики оближать. Так что смотрите сами, я для своего супа вот так вот достаточно мелко порежу и думаю, это будет очень даже. Все, в кипящую воду, здесь у нас никакого бульона не будет завариваться, поэтому можно не париться и не класть в холодную водичку, да. Кстати, зря закрыл, следом у нас рисочек идет, видно, у нас пиалочка была мокрая, чуть пристыл рис. Так, помидорки, помидорки, да, вот мы не будем их обжаривать, сюда же кидаю и смотрите, вот эту маленькую луковицу, одну часть мы обжарим, а одну прям вот мелкими-мелкими-мелкими кольцами, не мелкими, а тоненькими, практически прозрачными, мы вот так вот нарежем, часть нам уже не потребуется, вот так вот еще помельче все это изрежем. Прям вот почти в кашицу и тоже отправим сюда, это вот одну. Ну, если у вас не получилось вот так две луковицы из одной фантастически, как у меня, просто отрежьте от своей. Так, далее специи, тут, видать, тоже была водичка, специи сразу, пусть это все у нас варится. И вот зелень тоже сразу, ребят, и чеснок, и все у нас пойдет сразу. Так как мы бульон никакой не будем наваривать, поэтому нам навар надо получить из того, что у нас имеется. Кинули зелень, следом, ребят, чеснок, естественно, чеснокодавки у риса у нас не будет, поэтому ножиком давим и вот так рубаем. Мелко не получится, но как есть. Я не профессиональный повар, у профессиональных поваров, естественно, все бы получилось. А я турист-дикарь сегодня. Так, чеснок тудыжа и копченой паприкой давайте присыпем. Ух ты, что-то много, но ладно, пусть будет много дыма. Так, не знаю, ложечки нет. Давайте замешаем все, чем попалось под руку. В лесу вообще может быть палка какая-нибудь, из которой мы ножиком выстругаем ложечку. Все, закрываю крышечкой и приступаю к обжарке оставшихся овощей. А оставшиеся овощи у меня морковочка и лучок. И также у меня тушеночка осталась. Но тушеночку мы, так как она уже готовая, мясо тушеное, кабана уже здесь готовая, мы в самом конце добавим буквально минуточек за 10 до полной готовности, чтобы получился навар. Я надеюсь, что здесь имеется жир в достаточном количестве и супчик у нас получится очень наваристый и густой. Наши овощи мы будем, естественно, обжаривать без масла. Сковородочка шипит. Большими вот такими вот ломтиками я порезал, для чего? Чтобы потом удобнее было порезать. Овощи мы не будем, естественно, вот такими большими кусманами кидать в супчик, а просто потом порежем. Не забываем наши овощи переворачивать. Видите, они уже у нас приятную такую корочку приобрели. Ох, какой лучок, посмотрите. Ну, просто вот вообще загляденье. При такой обжарке овощи не только обжариваются хорошо, но и приобретают замечательный привкус. Поверьте, вы его сразу заметите в своем супчике. Так, еще пару-тройку минут, и можно выкладывать на разделочную доску овощи и мелко-мелко нарезать. Так, овощи у нас готовы. Готовы, наконец-то, они подостыли, чтобы их можно было резать. Посмотрите, какая красота. Ну, чем не на костре, да, сделано. Все, теперь надо, не знаю даже как, дайте тоже достаточно крупновато нарежем. Хотя, все-таки, дайте чуть помельче, вот так вот пополам. Морковка-то все-таки уже мягенькая. И будем вот так вот. Да, то, что надо, ребят. Но вы, опять же, делайте как вам хочется. Хотите, целиком бросьте. Кому-то нравится. Я вот иногда люблю вот именно такую морковочку, которая вот так вот обжарена, красивенькая. Чуть покрупнее сделать. Но сегодня хочу помельче. Смотрите, какой у нас лучок замечательный. Лучок также режем. Но его уже труднее резать, потому что он стал мягкий, да. Видите, он ломается, и еще даже от него идет пар. Потому что практически только-только с пылу с жару дал чуть-чуть буквально охладиться, чтобы не обжечь руки и уже принялся нарезать. Но, смотрите, как это красиво. Естественно, в лесу, среди огромных елей, среди дубов, берез и прочего антуража, это будет просто бомба. Но и здесь это супер смотрится. Так, чуть-чуть отставим в сторону. И главное на сегодня. Давайте вскроем уже тушеночку и посмотрим, что это за мясо кабана такое. Смотрите. Пахнет, кстати, хорошо и выглядит тоже замечательно. Надеюсь, вкусовые свойства у нее тоже топчик. Хотя, давайте вилочкой вооружимся и чего уж там тушенка. Это же тушенка. Посмотрим фракцию, но не знаю. Кстати, фракция достаточно очень симпатично выглядит. На вкус, кстати, тоже очень все даже замечательно. Все, кладем овощи в наш кипящий супчик. И буквально через 10 минуточек закладываем тушенку, 10 минут куварим и все, пробуем и делимся впечатлением. В смысле, я делюсь впечатлениями, а вы внимаете, получилось или не получилось. Ну что, 10 минуточек прошли. Смотрите, я вытащил все мясо из баночки, разложил его на доске. И вот я сетовал, что забыл положить лаврушечку. А она, она, она тут есть. Вообще замечательно. Все, открываем крышечку. Закладываем тушенку аккуратно. Жирка тут, смотрите, тоже вдоволь. Так что супчик сейчас получится и густой, и наваристый, и, надеюсь, мега-мега вкусный. Все, мясо у нас тут в кастрюлечке. Опять я без ложки, но что уж там. Давайте вилочкой сейчас вот так вот все это дело помешаю. Кусочки я, естественно, помельче разбил. Единым куском не стоит в суп кидать. Все, ребят, 10 минуточек. Накрываем крышечкой и разливаем в пиалочку. И я буду делиться с вами впечатлений. Ахалай, махалай, 10 минут прошли. Снимаем. Вау! Ребят, если бы телевидение или YouTube умели уже передавать запахи, вы бы просто, ну, сказали то же самое. Вау! Ну, потому что это вау! Так. Хочу и тушеночки побольше, и картошечки, и помидорки. Вообще все хочу, потому что голодный. И от супа просто вот нереальный аромат доносится. Так. Чуть-чуть жиже. Сейчас половинчик в сторону. Крышечку мы закроем. И супчик я вам прям вот крупненько-крупненько покажу, насколько это чудесное зрелище. Как вам и обещал, показываю супец покрупнее. Смотрите, ну, какая замечательная красотища тут. Тут тушеночка, тут морковочка, тут у нас плавает рисок, картошечка, зелень, там где-то помидорка спряталась. В общем, срочно сажусь за стол, вкушаю и делюсь с вами своими впечатлениями. Походную одежку я с себя снял, потому что все-таки мы не в лесу, а в московской квартире. Но, но передо мной стоит супчик, который можно и нужно готовить в походных условиях. Итак, беру ложечку, беру кусочек хлеба, зачерпаю побольше, чтобы всех ингредиентов у меня в ложечку попало. Тушеночка, морковочка, рисок, тут у меня лучок, чуть-чуть помидорки. И рискую обжечь все и вся. Пробую. Ребят, идете в поход, обязательно готовьте такой супчик. Вот честное слово. Мясо кабана, это супер. Ну, в смысле, как отдельности, по отдельности, так и в супчике, который я сварил с копченой пабрикой, дабы имитировать дым костра. Все получилось. Кухня обо всем, ребят. Подписывайся, ставь лайки, готовь вот такие же вкусные блюда и предлагай свои. С удовольствием их приготовлю, потому что я очень люблю готовить, готовлю для себя и для вас, чтобы вы, ну, делали такие же вкусности, как и я. Все, подписывайся на канал, а я буду прощаться с вами и махать рукой. До новых встреч!